Мы уже готовы подключиться к керченскому филиалу. Екатерина Рябова с нами на связи. Катя, доброе утро! С 2017 года в России официально отключается Международный день Добровольцы. Сегодня мы поздравляем всех волонтеров с этим праздником. А как работают такие организации в вашем регионе? Коллеги, доброе утро! Доброе утро, крымчане! В Керчи действительно есть целый ряд организаций, члены которых помогают в проведении городских мероприятий, работают в направлении патриотического воспитания, помогают людям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства, работают с бездомными животными. Это огромный пласт работы, которая часто остается незамеченной. Тем не менее, люди бесплатно отдают свое время, навыки, в пользу тех или иных общественных начинаний. Сегодня о том, как становятся волонтерами, как работают добровольцы, мы поговорим с нашей гостьей Алисой Шмелевой, заместителем руководителя Крымского регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры и Победы» в городе Керчи. Алиса, доброе утро! Доброе утро! Алиса, расскажи, вот «Волонтеры и Победы» довольно известная организация, расскажи о своей личной истории, как ты стала волонтером? Я, когда было 70-летие Победы, я была на параде у нас в городе, я посмотрела, как эти ребята работают, чем они занимаются в данный день и вообще потом. И мне захотелось к ним присоединиться, я написала, заполнила анкету на сайте и я уже являюсь членом организации уже пятый год. А сколько тебе тогда было лет? Ты была студенткой, да, как я понимаю? Да, я была студенткой, точно не скажу, сколько было лет. Ну, на каком курсе? На втором. То есть приходилось совмещать учебу и добровольческую какую-то деятельность. Это было трудно? Нет, не очень. На все можно время найти. А чем ты тогда занималась? Вот с чего начиналась твоя волонтерская работа? Просто волонтером. Мы занимались благоустройством памятных мест, ходили к ветеранам в гости, помогали также им где-то по хозяйству, где ребята дров наколят, там еще с какими-то мелочами помочь. Почему вот на тот момент тебе это показалось важным, и ты не остановилась, не бросила и стала продолжать эту работу? Мне было это интересно. Дальше мне было интересно помочь другим, допустим, подрастающему поколению, не забыть подвиг наших предков, и пока еще, допустим, ветераны Великой Отечественной живы, чтобы молодежь узнала эту историю с первых уст. Расскажи, чем сейчас занимаются волонтеры Победы в Керчи, вот в чем заключается их деятельность? Может, какие-то мероприятия недавно проходили? Мы недавно ходили, поздравляли с днем рождения ветерана Великой Отечественной, у него был юбилей 95 лет, мы ходили в гости, общались. Также вот буквально вчера на слете в Сочи, Международный форум добровольцев, на нем стартовала регистрация в команду 75-летия Победы. Уже более 45 стран принимают участие в этой программе, будут собраны добровольцы со всей страны, и, как я сказала, 45 стран, и эти ребята будут участвовать в памятных мероприятиях в 2020 году. Алиса, вот как я понимаю, волонтеры Победы оказывают поддержку в проведении городских мероприятий. Бывает ли так, что вот внезапно вам сообщают о том, что нужна помощь, и приходится оставлять какие-то личные дела, и просто приходить и помогать? Такое случается, но нам как бы нетрудно. Мы всегда готовы помочь в каких-то мероприятиях. Сколько сегодня членов организации в Керчи работают? В Керчи актива более 60 человек. Скажи, вы ездите куда-то на другие слеты, общаетесь с другими волонтерами? Как все это происходит? Ну, мы проходим отбор, регистрируясь на системе Росмолодежи России, АИС. Там проходим отбор, и если прошли, уже попадаем на какое-то из мероприятий, будь то форум, либо фестиваль. Это, я понимаю, интересно. Отбор сложный? Отбор несложный. Вы, ребята, при этом ничего не делаете. То есть надо грамотно заполнить анкету, написать о себе, а дальше уже комиссия решает. А что происходит на этих форумах? Может, недавно ты посещала какой-то из них? Вот расскажи, как это было, чем там занимались, что нового узнали? В этом году я посещала территорию смыслов. Это форум всероссийский. На нем новичков учат защищать и подготавливать проекты, чтобы после их защищать на гранты. Также там много всяких тренингов для личностного роста, чтобы прокачать, так сказать, себя и продолжить это транслировать, допустим, на свой город и ребят, которые находятся у нас. Как я понимаю, ты уже сейчас закончила учебное заведение, ты работаешь. Да. А вот сложно ли эту деятельность теперь совмещать еще и с работой? Ну, мое руководство мне всячески помогает. Я стараюсь как можно реже уходить с работы, но пока мне разрешают, я стараюсь совмещать. Алиса, большое спасибо тебе за беседу, за интересную информацию. Я надеюсь, ваша организация будет только расти и будет больше новых интересных проектов. Коллеги, я не прощаюсь. Мы еще расскажем об интересных событиях в городе Героя в вечернем выпуске. А сейчас я передаю вам слово. Да, Екатерина, спасибо большое. Желаем вам, да и волонтерам, интересного и продуктивного дня. Напоминаем, на связи был керченский филиал телерадио компании «Крым» и корреспондент Екатерина Рябова.